Всем привет! После прошлой супер насыщенной пятой серии сериала Последний из нас, которая стала экватором его первого сезона, на смену пришел следующий эпизод номер 6, который не только стал гораздо более похожим на драму, отчасти смешанную с декорациями вастерна, но также раскрыл нам еще больше из внутреннего мира персонажей и задал, пожалуй, самый ужасный вопрос как минимум на данный момент, причем ответа на этот вопрос пока что нет ни у кого. Что же, пришло время разобраться в шестой серии, понять, что на самом деле в ней произошло и, главное, решились ли сценаристы сериала на самый невообразимый и для многих шокирующий поворот или все-таки нет? Погнали! Дифмарк – это топовая торговая площадка для геймеров и не только. Тут вас ждет огромное количество игр для разных платформ и сервисов, есть игровая валюта, ключи, аккаунты или даже софт. Зарегистрироваться на Дифмарк максимально просто, буквально в два клика, все транзакции безопасны и, что важно, работает качественная поддержка 24 на 7, готовая в любое время дня или ночи решить любой ваш вопрос. Плюс в вашем распоряжении более 300 методов оплаты, которые подойдут абсолютно всем. Ну а по промокоду MovieMaker вы получите скидку 10% на все, ссылка в описании. И как всегда, сперва обойдемся без спойлеров и немного обсудим шестую серию в целом. Шестой эпизод сериала позволяет его героям изгнать определенных демонов прошлого, чтобы построить более сильное будущее для двух главных персонажей. Вообще, нужно признать, что именно разбор сущности главных героев и не только их прошлого, но также и настоящего, нынешних отношений друг с другом, это, пожалуй, главная составляющая шестой серии. Которая практически полностью, если не считать одного ключевого момента, отводит экшен на второй план и демонстрирует еще раз, что The Last of Us это в первую очередь драматический сериал. Красиво снятый и очень мастерски срежиссированный, этот, возможно, временами медлительный эпизод, если не считать слегка поспешного финала, дает именно то, что нужно на данном этапе для Джоэла и Элли. Судя по всему, его авторы специально замедляют ход событий, чтобы, во-первых, делать некое чередование более насыщенных, таких как первый, второй или пятый, и, напротив, более спокойных, отвлеченных от внешнего мира серий типа третьей или вот этой шестой. Так что, если вы воспринимаете сериал в привязке к игре и все еще ждете от него лютого экшена, думаю, новый эпизод может вас разочаровать. Ну, потому что в нем даже специально некоторые игровые моменты перенесли в другие локации, чтобы все смотрелось более спокойно, проникновенно и как раз отвлеченно от постоянной внешней угрозы. Если же все-таки вам нравится наблюдать за потрясающей игрой актеров, находить интересные отсылки, которые авторы сериала прячут в каждой серии, и узнавать, как же устроен этот постапокалиптический мир, не похожий ни на одну другую вселенную подобного рода, куда более разноплановые и, я бы сказал, менее апокалиптические, где людям все-таки не отводят место оскотинившегося стада, хотя и таких хватает. Но все же авторы сериала дают понять, что в их версии событий человечество смогло адаптироваться лучше, чем во многих других подобных историях, и гораздо больше оставить от прежних себя. Если все это, представленное в неспешной и даже больше киношной, чем сериальной манере, вам по кайфу, то и шестая серия, уверен, принесет удовольствие при ее просмотре. Что же касается кульминации данного эпизода, она, уверен, приведет в ступор очень многих, и, честно говоря, пока что непонятно, решились ли авторы сериала на столь невероятный шаг, как нам это показали, либо же зрителям просто решили мастерски морочить голову. Как бы там ни было, убежден, новый эпизод не оставит равнодушным никого. Одним серия зайдет, другие, и таких тоже будет немало, разнесут ее в пух и прах и призовут все проклятия на головы сценаристов, но уж точно никто не скажет, мол, а мне все равно, что там произошло. И все-таки давайте уже ближе к делу, так что дальше пойдут спойлеры серии номер 6, ну и всех предыдущих, само собой. Итак, после насыщенного событиями финала прошлой недели, шестой эпизод сериала замедляет ход событий, объединяя персонажей в некие пары и позволяя им вести душевные разговоры один за другим. Это неплохо, особенно в контексте того, что в этих разговорах все больше ошлифовывается эволюция отношений главных героев, да и нам дают понять, что с момента событий прошлой серии минуло уже 3 месяца, так что, естественно, Джоэл и Элли еще существенно сблизились, пожалуй, даже больше, чем этого хотелось бы Джоэлу, но об этом позже. В общем, наступила зима, и мы, конечно, видим, что отношения пары развивались за кадром на протяжении всего этого времени. Да, после того, что случилось в финале прошлой серии, героиня Беллы Рамси до сих пор не сумела оправиться, как, кстати, и Джоэл, который, наверное, впервые, как минимум в этом сериале, осознал свою слабость. То, что, пожалуй, довольно сильно отличает персонажа Педро Паскаля от его игрового прототипа. Ведь сериальный Джоэл вдруг почувствовал себя старым и не готовым к тому миру, в котором он жил последних 20 лет. Что же касается Элли, она продолжает оставаться экспрессивной, прямолинейной и взрывной девчонкой, хотя при этом видно, что события, случившиеся с Сэмом и его братом, сильно на ней отразились. И все-таки в сцене, произошедшей в начале серии, когда главные герои наткнулись на пожилую чету индейцев, видно, что Элли с удовольствием копирует стиль поведения своего наставника. И это уже не столько развлечение для нее, как было в первых сериях, сколько новый образ мышления, поведения и даже стиль жизни. Ну а Джоэл сейчас, куда большим удовольствием, отвечает на бесконечные вопросы своей спутницы. Хотя он все еще при этом не готов полностью открыться ей, что создает напряжение, которое в конечном итоге выливается в самую запоминающуюся сцену эпизода. До нее мы еще дойдем, а пока наши путники натыкаются на какой-то передовой отряд, похожий на группу ковбоев. Это те самые страшные люди, убивающие всех по одну сторону реки, о которых говорила нам пара индейцев. Правда, мы видим, что на самом деле все обстоит не так уж плохо, незнакомцы ведут себя вполне цивилизованно, у них неплохая организация, и они не похожи на холодных безжалостных головорезов. Хотя при этом в сцене с собакой Джоэллопи отчувствует свою явную беспомощность, о чем он потом открыто говорит, делая упор на том, что он уже не такой, как прежде. И все же, когда наших героев забирают с собой их новые знакомые, узнав цель их путешествия, мы наконец-то видим почти что идеальный мир, но, разумеется, в той реальности, что существует сейчас на Земле. Любители игры, уверен, заметили отсылку ко второй части, и в целом шестая серия смотрится похожей на некий вестерн, не по событиям, но по декорациями антуражу. Плюс, что главное, Джоэл наконец-то находит своего брата Тома. Правда, как это часто бывает, ожидаемого эффекта это не производит. Да, наших путников встречают и принимают довольно радушно. Фраза Эйли о том, что ее еда в Джексоне стала первой полноценной едой в ее жизни, и сигнализирует о том, что, возможно, она впервые столкнулась с приветливым, доброжелательным сообществом людей, которые живут в своей определенной коммуне. Что же касается Джоэла, он явно не в таком восторге, как его юная протеже. Прикольным моментом, кстати, при этом было, как уже она, Эйли, говорит своему суровому спутнику за столом, мол, Эй, не забывая о приличиях, поздравь брата, который нашел себе половину. Но Джоэл не слишком настроен на поздравления и светские манеры, ведь он ожидал от встречи с Томом другого. А вместо этого мы понимаем, что младший брат персонажа Паскаля, который, как и в игре, ранее шел за ним, делая разные темные вещи, теперь нашел себя, свою жизнь и не хочет ее бросать. Не зря же Том говорит брату очень яркую фразу, то, что жизнь остановилась для тебя, не означает, что она остановилась для меня. И это правда. Поэтому первая беседа братьев, скажем прямо, не получается. Кстати говоря, из прикольных отсылок, о которых мы говорили, помните момент в кино, так вот, на экране в то время в импровизированном кинотеатре. Фильм «Прощай, девчонка» 1977 года, в котором главный герой устанавливает связь с не по годам развитой девочкой-подростком, что служит забавным отражением, собственно, событий сериала. Что же касается Джоэла, то он все больше и больше начинает понимать, что он не так силен, как когда-то, и тревога, которая приходит вместе с его страхами за будущее и призраками его прошлого, действительно укореняется глубже и глубже. Момент, когда Джоэл видит девушку, похожую на его дочь Сару, только подчеркивает эту неуверенность главного героя. Так что, когда у братьев происходит вторая беседа, персонаж Паскаля открывает душу Тому, раскрывая не только свои страхи, но и то, почему и зачем он ведет Эйли к цикадам. И уже тут Том не может отказать старшему брату, все-таки их связь более сильная, чем могло показаться на первый взгляд. Правда, с такой сменой спутника, когда Джоэла должен заменить Том, не согласна Эйли. Момент их перепалки с Джоэлом можно назвать, наверное, самым драматичным за всю серию, и умиротворенная обстановка, в которой все это происходит, лишь подчеркивает эффект того, что все это благополучие не настоящее, и что мир никогда уже не будет прежним. Что тут сказать? Конечно, браво актерам, как Педро Паскалю, так и Байли Рамсе. Как бы там ни было, но за ночь Джоэл все-таки меняет свое мнение, и да, Эйли ему все еще не дочь, как он выпалил в разгар их спора, но, тем не менее, она уже и вовсе не та чужая девчонка, которую главный герой обязался отвезти к светлячкам несколько месяцев назад. Так что их дуэт снова вместе, и довольно скоро они добираются до Университета Восточного Колорадо, где опять есть ряд игровых отсылок, как, например, с теми же бродячими обезьянами. И хотя, конечно, можно было бы тут больше раскрыть суть того, почему лаборатория переехала в Солт-Лейк-Сити, и какие неудачные эксперименты тому предшествовали, все же авторы сериала решили пропустить эти моменты и тут же перейти к кульминации. Когда один из группы бродяг атакует вдруг главных героев, и несмотря на то, что Джоэлу удается дать отпор, сам он получает ужасную рану в живот. Так что в итоге герой Педро Паскали оказывается на пороге смерти, а может и за ее порогом. Причем авторы этого эпизода, как ни странно, сняли все это довольно поспешно и даже скомканно, в отличие от предыдущего неспешного темпа. Такое впечатление, что им хотелось поскорее вывести Джоэла из игры, и сконцентрироваться на Эйли. И вот тут, конечно, главный вопрос сериала, что случилось с Джоэлом? На самом ли деле он умер или все-таки нет? Забегая вперед, скажу, что промо следующей седьмой серии, конечно же, не дает на этот вопрос четких ответов, так что, как минимум, до выхода следующего эпизода мы в неведении. Лично мне кажется, что все-таки да, несмотря ни на что есть огромный шанс, что Белла Рамси останется единственной звездой их былого дуэта, хотя, конечно, теоретически сценаристы могли поступить и по-другому, как бы там ни было, лично мне было бы очень жаль прощаться с Педро Паскалем, все-таки он очень круто вписался в свою роль, но тут уже все зависит от создателей сериала, так что шестой эпизод, несмотря на свою медлительность, может вполне оказаться переломом событий всего шоу, не только его первого сезона. Так это или нет, давайте обсудим в комментариях, ведь на сегодня это все. Не забывайте подписываться на наш канал, а также подписываться на наш телеграм по ссылке под видео и ставить лайки этому видосу. Спасибо всем за просмотр и всем пока!